Преобразование СНТ ВЖС. Все за и против с точки зрения простого садовода. Прежде всего прошу поставить лайк под этим видео, вам это ничего не стоит, а мне даст огромное желание делать новый контент для своих зрителей и подписчиков. Плюсы. Какие могут быть плюсы? Первое. Дачник наконец-то перестает платить взносы на содержание штата управленцев и обслуживание садовой инфраструктуры и не должен теперь бежать на отработку с тачкой лопаты, когда пришла очередная машина щебенки или покосился общий забор. Второе. Администрация сельского поселения, к которому припишут СНТ, должна взять на свой баланс эту самую инфраструктуру. Дороги, скважины, электросети и прочее. И не только взять, но и содержать. Чистить зиму от снега, проезды, устранять обрывы проводов, ремонтировать насосы в скважинах и так далее. Третье. За счет бюджета должны построить и недостающие. Те же дороги, детские площадки, освещение улиц, торговые точки и тому подобное. Четвертое. Для сельских жителей установлены меньшие тарифы на свет. Они не платят за потери электроэнергии на лэп, несущий в их дома свет. Их не заставляют вырубать поросли под проводами. Пятое. Можно подать заявку на газификацию. Шестое. Государство для поддержки сельского населения предоставляет право на бесплатную заготовку древесины и другие льготы. Так, жители деревень имеют право на социальную выплату, на строительство или приобретение жилья и на льготную ипотеку 3%. Минусы. Какие могут быть минусы? Итак, первое. Поднимутся налоги, земельные и на имущество. Оплата за мусор будет начисляться в зависимости от площади дома. Это больше, чем в СНТ при заключенном договоре на вывоз. Второе. Земли для ведения садоводства и огородничества меняют категорию, переходя из сельхозназначения в земли населенных пунктов с разрешением ИЖС, индивидуального жилищного строительства. И тогда любой на своем участке может построить многоквартирный жилой дом, а то и организовать, к примеру, собачий приют или реабилитационный центр для наркоманов. Третье. При этом все выездные ворота будут снесены или просто перестанут запираться. А сторожей нанимать никто не будет. Можно будет заезжать хоть на тройке с бубенцами. Ограничений больше нет. Четвертое. На госпомощь или строительство дома вряд ли стоит рассчитывать. Получить ее могут только те, кто относится к категории граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Если не подтвердить этот статус, местный бюджет откажет вам в спсидии. Вывод. Никто никуда нас не возьмет. Когда общее собрание СМТ проголосует за и будут собраны все полагающиеся документы, вопрос все равно будут решать местные власти. Зачастую в регионах нет средств на содержание своих сельских поселений. А тут еще просят. Шанс быть принятым имеют крепкие, полностью обустроенные товарищества, находящиеся в непосредственной близости от сел и деревень. Всем здоровья и удачи. Ставьте лайк, оставляйте комментарии, по возможности отвечу. И подписывайтесь на мой канал. Пока.